Малина Джаз 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 То есть доказать, что мы здесь, в Архангельской области, хотим, чтобы нас слышали, а нас знали, что мы сами в состоянии быть счастливыми и радовать других людей, гостей, которые хотят к нам приезжать. Каких-то экономических тут стимулов, я представляю в данном случае сторону, которая вообще не заинтересована в каких-либо экономических выгодах, но я знаю, что каких-то ботнословных гонораров организаторы в лице региональной туристской ассоциации или Тима Дорофеева не получили. И вот здесь какого-то определенного рецепта, на мой взгляд, нету. Просто нужно биться, и должно получиться. Но за событиями, на самом деле, такое определенное, конечно, будущее у Архангельской области есть. И 2015 год, вспоминая, у нас чемпионат по лыжным гонкам в Малиновке, 25 лет канонизации или, как говорят, прославления в лике святых, святого праведника Иоанна Кронштадтского, Баранье Воскресенье, поддержанная Корпорацией развития Архангельской области, и наша Малиновая Уйма тоже была поддержана Корпорацией развития Архангельской области, большое количество экспедиционных мероприятий. И вот все чаще на повестке дня, открывая газеты, журналы, мы видим именно события. То есть и программы, и турпакеты формируются как события. А давайте поедем на машинах по Архангельской области. Это такое мероприятие сезонное, ну давайте поедем. И поедим поморскую кухню, да? И поедим, да. Ну и вот формируется такой пул желающих получить удовольствие от такого события. Событийный подход, он работает очень хорошо. Ну, действительно, событийный туризм. А чем привлекать, вот вы сказали, поехать на машинах по Архангельской области? Что мы увидим такого в Архангельской области, что привлечет, привлечет, привлечет людей? Ну, тут было уже большое количество экспертов. И Каназерский национальный парк уже выступал. Я в большей степени скажу о том, что моя судьба сложилась так, что последние пять лет мое профессиональное развитие было, естественно, связано с Приморским районом. И вот в Приморском районе это и Соловецкие острова, и национальный парк Онежское поморье, и остров Мудюк, и земля Франца Иосифа, и сама река Северная Двина, и Малые Карелы, и храмы в Заостровье, в Лявле. Острова в дельте Северной Двины, Пустошь, Вознесение, Ластала. Это Патракеевка, Родина Капитанов. Это Зимняя Золотица, Родина Марфы Семеновны Крюковой. Это Лопшинга, где мы в 2015 году провели первые казаковские чтения. Это Пертаминск, такой брат Соловков, тоже духовный центр по морю. Мы куда бы ни поехали, и какой бы населенный пункт ни задели, у нас здесь на севере такая величайшая, богатая, богатейшая история, что хватит и нам, и нашим потомкам. Единственное, было бы желание и было бы умение об этом красиво рассказывать. Поэтому поехать есть куда поехать, есть на чем. И очень большое количество у нас сегодня в Архангельской области организаций и просто желающих заниматься именно туризмом. Сегодня о туризме, о новых формах туризма говорят, только ленивый не говорит. Игорь Анатольевич, туризм включил в пятерку приоритетов развития Архангельской области. Сегодня областные депутаты, главы районов, не знаю, как все, а вот Валентина Алексеевна Рудкина, глава Приморского района, так точно. У нас создан туристко-информационный центр Архангельской области. Наверное, такая сильнейшая, одна из сильнейших в России Архангельско-региональная туристская ассоциация, отраслевое объединение. И все занимаются тем, что формируют такое мнение, такое пространство вокруг туризма в Архангельской области, что здесь оно есть, и сюда надо ехать. И вот мы на такой грани стоим, что те популярные направления, Соловецкие острова, Голубино, Каргополь, они и сегодня не теряют своего интереса. И вместе с тем у нас открываются совершенно новые направления. Но вот то, что вы перечислили, все-таки это не останется никакой и туристская ассоциация, и декларацию губернатора, и инициативы глав районов. Нет ли такой опасности, что это все останется красивыми, опять же, лозунгами, то, о чем говорил депутат Новиков? Это реально рабочие механизмы сейчас. То есть мы реально понимаем, что туризм может стать одним из способов насыщения бюджета. Так это все работает по вашему опыту? Ну, про насыщение регионального бюджета, наверное, все-таки это будет и прерогатива, не мая. Но с точки зрения местного бюджета, туризм в полной мере может стать одним из источников формирования наполнения бюджета, особенно сельских поселений. Там, где у нас сегодня есть базы отдыха, там рядом развиваются и сельскохозяйственные организации, это коллективно-фермерские хозяйства. То есть люди хотят же аутентичной еды, какой-то местной рыбы, там свежего молока и так далее. И все это как цепочка тянет за собой большое количество. И для местного уровня, то есть для сельских поселений, туризм – это одна из таких очень серьезных перспектив. Но для сельского уровня туризм еще и как идея перспектива. Ведь мы, когда гостей дома ждем, мы и хорошо одеваемся, и прибираемся. И вот порядок бы навести в муниципальных образованиях по Архангельской области, тогда точно все поедут. Андрей, но сейчас я предлагаю послушать два мнения. Первое – директор одного из туристических агентств Архангельска Елены Постниковой. Второе – заместитель генерального директора спортивно-оздоровительного комплекса в Остянском районе Галины Валовой. И у каждой из них есть своя точка зрения о развитии туризма в регионе и о том, может ли он стать отраслью экономики. При этом мнения эти кардинально разные. Мне кажется, что туризм вообще сейчас не самая выгодная вещь и не самый выгодный вид деятельности. Может быть, интересный, да, но не самый с точки зрения финансово выгоден. Я все равно считаю, что должна, все, наверное, упирается в финансы, потому что вроде как и областная стратегия, да, туристическая, она выработана, да, но она все равно должна быть подкреплена финансовой составляющей, потому что на те же выставки на Московске, да, мы выезжаем, ну, видим оформленные стенды, допустим, Алтайского края, там, Дагестана, Чечни, понятно, что там немножко другие бюджеты. Поэтому, чтобы повысить интерес, все равно, мне кажется, все упирается в финансы. Также участие, все равно привлекательность региона, да, да, и участие в зарубежных выставках может быть побольше. Новогодние праздники нас, в принципе, радуют ежегодно. Но сейчас в стране в целом ситуация, мне кажется, очень выгодная в том плане, что на выезд, наверное, все-таки турфирмы стали работать меньше. Хотя это была проблема еще до недавнего времени, и выездной туризм был гораздо больше, чем въездной. Для нас, мы, наверное, обозначили бы проблему некоторую в дальности расстояния, которое к нам нужно проехать. Но, тем не менее, в принципе, от Москвы до нас это световой день, на поезде это всего лишь ночь. Но мы, знаете, не были бы совершенно против, если бы еще реанимировался аэропорт в Вельске, тогда добраться туристам до нас было бы гораздо быстрее. У нас ведь очень много туристических объектов. Это и Соловки, и Каргополь, и Кенозерье, и Архангельск, и, в частности, наш Устьянский район. Мы очень развиваем туризм. Вот такие точки зрения директор туристического агентства Елена Постников говорит о том, открыто при том, что заниматься туризмом, в общем-то, сейчас невыгодно. Ну, а замедиректора спортивно-здоровительного комплекса Галина Валова говорит о том, что все вообще очень хорошо, и спрос на услуги колоссальный. Вот вам какое ближе настроение? Ну, мы с Еленой Владимировной Постниковой давно знакомы. Она, ее организация, Кругозор является членом Архангельской региональной туристской ассоциации. И, конечно, как соратники, эмоционально ближе к тем словам, которые, может быть, сейчас выразила Елена Владимировна. Но сегодня тяжело, тяжело всем закрываются те направления, которые давали определенный поток. И если мы с вами взглянем на проценты, которые мы потеряли от выездного туризма, и посмотрим на въездной, то в процентном соотношении мы вроде бы сколько потеряли, столько и выиграли. Но выезжало, допустим, тысяча человек, да, и мы теряем 30%, это 300 человек. А приезжало 100 человек и выросло на 30%, это плюс 30 человек. То есть это совершенно разные показатели, совершенно по-другому выстраивается политика и ценовая, и по обслуживанию. И сегодня турагентством приходится в целях сохранения собственного дела перестраиваться на совершенно новый путь развития. Им необходимо искать здесь потенциал и точки роста именно внутри региона, внутри своей Российской Федерации.